Либо мы правим, то есть, ну мануальная терапия слишком размазанный термин, поэтому я говорю конкретнее правка, то есть мы восстанавливаем соосность костей, восстанавливаем суставные поверхности прилегания их так, как оно должно быть, высвобождаем там, если зажатая менискоиды или что-то еще и ждем, пока все это регенерирует. Это все, как бы, комплекс правки, да? Так вот, для этого мне нужно расслабиться, а чтобы я расслабился, нужно принять физиологическое положение. Например, если я ложусь на стол, на три валика на своих, да, то у меня шейный лордоз получает поддержку, грудной кифоз получает тоже поддержку, потому что я лежу на подготовленной поверхности, поясничный лордоз получает поддержку, потому что валик, ну таз как бы на поверхности, да, при условии, что она ровная, там требования тоже к столу. И под колени тоже, то есть колени подсогнуты, это физиологическая норма, я не устану повторять, колено подсогнутым создано, и прямая нога, это вообще нонсенс с точки зрения природы, это жуткий стресс. Ну да ладно. Попадая в физиологическое положение, организм расслабляется автоматически. Умеете, вы не умеете, без разницы. Почему? А потому что длина всех мышц, она оптимизирована. Уж лежа я не буду снимать, просто стоя, представляете? Длина мышц оптимизирована. Что такое, ну не длина мышц, как длина мышц, потому что длина-то не меняется, а взаиморасположение сгибателей и разгибателей, их совместный баланс, и как в пальце, так и в позвоночнике, принцип-то один и тот же там, ну бицепс с трицепсом, да, то есть их совместный баланс находится в определенной такой средней норме. Эта импульсация заходит в мозг, мозг расслабляется, расслабляется тело вторично, то есть чем больше ты дышишь, чем больше ты лежишь на валиках, тем лучше. Это модель. В отвесе происходит примерно то же самое, то есть примерно та же самая поза, примерно вот так вот я растягиваюсь, но отвес связан с напрягом мышц, но только мышц рук, только на удержание и все. А позвоночник, мы опять же возвращаемся к этой теме, находится, ну в примерно, но в физиологическом положении. Для чего я про все длины так рассказываю? Потому что все это приводит к тому, что нервная система принимает расслабление. Идею расслабления мозг принимает. Почему это важно? Потому что, когда что-то сместилось, там и так спазм. Это и так рефлекс. Спазм и все. Все, спазм. Годами спазм, десятилетиями спазм. Ну, я знаю, про что говорю. Спазм и спазм. Вам нужно переключить нервную систему в режим расслабления. Тогда правка будет нормальная. Что происходит, если вы висите на правиле, как там показано? Кстати, заметьте, тренажер правил. Висишь ты такой весь хороший, руки растянуты, ноги растянуты. Под своей массой тянешься, при условии, что ты не полностью звездой, ты еще вот так вот, как бы так или так провисаешь. Где баланс сгибателей с разгибателями? Опять же, здесь, здесь, там, ну, везде, вплоть до кончиков пальцев. Баланс между мышцами, где? Нет его. Это само по себе не проблема, нет. Где согласие нервной системы, чтобы она расслабилась? Вот это уже проблема. Нет, нет согласия. Для тела это точно такая же работа, как все остальное. Я могу, в принципе, висеть на одной руке, в принципе, я могу висеть на одной ноге, я могу висеть на четырех руках или ногах, я могу делать что угодно, вплоть до виса вниз головой, но для нервной системы это все равно работа. Она сама не пойдет в расслабление. И вот тогда начинается костоправская правка, когда без разницы расслаблен или нет, но мы будем забивать куда-то там, типа в нормальное место. А если нервная система не расслабилась, она не будет направлять кости, потому что часть работы делаю я, а часть делает подкорку участников. Мы получим из этого либо травматизм, либо спазм, то есть неэффективность, либо просто боль. Но, про правила спрашивают, ведь не про это, не про то, как там получится, а про то, что после него было хорошо. Я говорю, ну конечно хорошо, два дня. Конечно хорошо, вы мышцы-то все-таки растянули, вы какой-то кровоток-то запустили и в спине вы какой-то кровоток запустили. Но только если мы говорим про действительно долгосрочную перспективу, то как там насчет взаиморасположения костей-то, оно вообще исправлено, нет? А именно настройки тонуса сгибателей с разгибателями, они исправлены? Нет, не исправлены. А вот этот временный эффект, это все несерьезно. Как создатели решили этот вопрос? Да просто. Тренажер про вила. Все, мы не обещаем исцеление, тренажер про вила и все. Тренажер же. Тренажер по определению. Это устройство для создания стресса, управляемого, для того, ну, как правило, чтобы, допустим, росла мышечная масса. Так вот правка, она за расслабление, она как бы противоположна стрессу. Ну, правка, там, мануальная терапия, в значении именно манипуляции. А тренажер, он, да, для создания управляемого стресса. И да, в принципе, если бы у меня был тренажер в своей конструкции, я бы его тоже использовал после правки, а не за место. Это вообще проблема, начиная с 80-х годов, когда пытались вытягивать продольно, 40 килограмм массой тела, подводное вытяжение, там, эффект. Ну, кого-то к нейрохирургу после этого подводного вытяжения, кого-то на 10 лет на работу, потому что ему хорошо, а у кого-то без динамики. Ну, примерно по третям так разделялись. Участники. И вот правило, ну, как не прискорбно для некоторых признавать, это примерно из той же оперы. Везде была одна и та же ошибка. Работать против нервной системы нельзя. Нет, можно, если вы не хотите эффекта. Если хотите эффекта, то нельзя. Сначала мы вместе с нервной системой правим, а вот потом, да, управляемый стресс. Для кого-то ходьба управляемый стресс, для кого-то висеть управляемый стресс, для кого-то там ноги качать 2 минуты, все, стресс. Управляемый. Да, тренировка. Я полностью согласен. На втором этапе, не на первом.